Я помню, я сидел однажды ночью с Шрилой Прабхупадой, мы дежурили возле его кровати. Было особое время где-то в середине ночи, в час или два, когда павлины Вриндавана вылетают один за другим и начинают кричать, устраивая перекличку по всему Вриндавану. Любой, кто жил во Вриндаване, знает этот период ночью, это волшебный момент. В то время Шрилой Прабхупада отдыхал, я тихо сидел, повторяя на четках. И когда павлины взмыли в воздух Шрилой Прабхупада, у которого руки были сложены на груди, как будто в молитве, замотал головой и застонал. Он мотал головой из стороны в сторону и стонал. Три или четыре раза он делал так явно в ответ на крики павлинов. Это был глубоко экстатический стон. Стон, когда кто-то испытывает величайшее наслаждение. Но на таком уровне, что невозможно ни подражать, ни описать. В то мгновение пространство в комнате стало многомерным, а картины на стенах стали объемными, особенно картина с Кришной и Баларамой над Шрилой Прабхупадой. И я осознал в то мгновение, что Шрилы Прабхупада уже был в том пространстве, а мы смотрели на него из нашей очень ограниченной реальности. В последний раз я слышал, как Шрилы Прабхупада говорит вечером перед его уходом. По-моему, это было где-то ранним вечером. И мы слушали, как Прабхупада разговаривает со Сварупадемадарой о том, что жизнь происходит из жизни, а не из химических элементов. Затем Шрилы Прабхупада сказал, «Ученые не могут понять, что жизнь происходит из жизни». И он затем сказал, «Они не могут понять Бхагавадгиту, они не могут понять этот стих «Брамабхута Прасаннатма» на шочете. Они не могут понять, что тот, кто находится на уровне Брамабхута, испытывает счастье внутри себя. И хотя его тело полностью разрушено, он подчеркнул слово «разрушено», «Он пребывает в блаженстве». И затем он произнес, «Я тот самый, кто находится на уровне Брамабхута». Это последнее, что сказал Прабхупада. В 1977 году, когда я летел на самолете во Вриндаун, чтобы увидеться с Шрилой Прабхупадой, я отчетливо помню, что читал первую песню Бхагаватам на штаб проезжего Бхагавата Ришу, Ниткин Бхагавата, Севая, стих, описывающий, что регулярное служение Бхагаватам или служение чистому преданному устраняет из сердца все неблагоприятное. В этом комментарии Прабхупада описывает, как личность Бхагавата и книга Бхагавата в действительности тождественны друг к другу, ибо личность Бхагавата живет по книге Бхагавата. Когда я приехал во Вриндаван, я помню, как зашел в комнату Прабхупады, предложив своей Дандаваты, и затем поднялся и посмотрел на Шрилу Прабхупаду. Мне очень трудно объяснить словами, что я увидел, но я видел, что Шрила Прабхупада был совершенным воплощением своих книг, и что он всецело был воплощен в своих книгах. Мне казалось, что словно Кришна наделил меня видением, превосходящим все, что мне доводилось испытывать ранее. Однажды, посреди ночи, когда я спал на крыше Гурукулы, один из слуг Прабхупады прибежал и разбудил меня. Тут же в мою голову стремился поток мыслей, «Неужели Прабхупада уходит? Неужели что-то не так? Что происходит?» Предный сказал, «Прабхупада зовет тебя». Я бросился в комнату Шрилы Прабхупады, и там каждое слово Шрилы Прабхупады было наполнено смыслом, потому что никто не мог быть уверенным, что это не последнее наставление Прабхупады. Шрилы Прабхупада спросил меня, «Считаешь ли ты, что движение сможет продолжать существовать после моего ухода?» И я сказал, «Да, пока мы искренне повторяем наши круги и следуем регулирующим принципам, оно будет существовать». Затем Шрилы Прабхупада с большим трудом, так как он был очень болен и слаб, произнес такие слова, «разум и организация». Я осознал, «Да, мы должны повторять наши 16 кругов, следовать регулирующим принципам и быть искренними в нашем преданном служении, но чтобы проповедовать сознание Кришны, мы должны быть разумными и организованными». А Шрилы Прабхупада хотел баланса, дав свое великое указание, разум и организация. Затем Шрилы Прабхупада спросил, «Есть что-то еще?» и в сердце своем я почувствовал желание закричать, «Шрилы Прабхупада, останьтесь, пожалуйста, останьтесь, не уходите». Но так или иначе я не смог сказать этого. Я просто произнес, «Нет, больше ничего». Позднее я сожалел, что не открыл своего сердца. Каждый день был для нас эмоциональным потрясением. Мы получали разные сообщения от Кавираджи. Мы слышали о том, сколько Прабхупада пил, как немного он съедал. Мы были охвачены отчаянием, понимая все яснее, что Прабхупада готовится оставить этот мир. И у нас точно не было представления, что станет с нами и что станет с его миссией после его ухода. Очень часто к нему приходили его духовные братья, чтобы попрощаться. А Прабхупада в глубочайшем смирении извинялся за то, что своими словами он, возможно, мог оскорбить своих братьев и просил в них прощения, говоря, что во время проповеди он, возможно, позволял себе сильные высказывания. А его духовные братья всегда говорили, «Нет, ты не совершил никаких оскорблений». И говорили, что Шиллопраппада совершил великое служение своему духовному учителю, и они считают его своим лидером. Приезжали ученики со всего мира, и Прабхупада находил для них слова поддержки, спрашивал их о их служении. И он также был озабочен всеми нами во Вриндаване. Он спрашивал, удовлетворяет ли нас Прасад, хорошего ли он качества. Он с великой заботой относился к нам и даже в таком своем состоянии не забывал о наших нуждах. Когда я делал ему массаж, я изумился некоторым особенностям его поведения. Иногда он плакал, иногда уходил из внешнего сознания. Помню, как его волосы становились дыбом, у него была окрышка. Я был в шоке от всего этого. Затем я стал вспоминать нектар преданности, где описывались все эти признаки экстаза у великого преданного, находящегося на высочайшей ступени духовного сознания. Мы пробыли в той комнате весь вечер, и затем нам по-настоящему пришлось столкнуться с реальностью. Но хотя аюрведический врач сказал то, что должен был сказать, тем не менее в наших сердцах теплился луч надежды на то, что Прабхупада сможет восстановиться. Мы молились об этом, это было нашей надеждой, но в то же время мы в каком-то смысле смирялись уже с тем, что происходило. И особенно с окончанием вечера, когда Прабхупада не показывал никаких признаков возвращения во внешнее сознание. Время все приближалось. И по мере его приближения киртан нарастал. Киртан пели необычным хором из двух групп, так, как мы никогда еще не пели. Некоторые в комнате пели «Джайопрабхупада», тогда как другие преданные пели «Махамантру», и это как-то сливалось воедино самым совершенным и прекрасным образом. Слушая этот киртан, я думала, «Мы так не поем». Эти звуки исходят не от нас. Казалось, что в комнате не было потолка, что все бетонные и железные балки просто растворились, и комната открылась, устрелившись сплошным потоком в духовный мир, когда посланцы Кришны пришли за Шилопрабхупадой. Не скажу, что ничего не было слышно, но я был очень близок от лица Прабхупады, и я смотрел на него и заметил, как движутся его губы. И казалось, что Прабхупада произносит «Харе Кришна». И в тот момент его челюсть опустилась. И в ту самую секунду, когда он сказал «Харе Кришна», его губы открылись, я увидел, что цвет тела Прабхупады изменился. Когда я увидел это, я подумал, «Теперь мой духовный учитель оставил тело». Все остальные в комнате знали, что это произошло именно в тот момент. они начали плакать, словно утратили свою жизнь, потому что Прабхупада был нашей жизнью. Я смотрел на Пишиму, и она плакала. Она просто поклонилась стопам Прабхупады и принялась смахивать с них пыль и наносить ее на свою голову и глаза. Затем я решил, что должен поступить как Пишима. И тогда я подошел и взял пыль со стоп Прабхупады, нанес ее на свою голову и глаза. Затем преданных попросили отступить, чтобы подготовить Прабхупаду. И большинство преданных ушли, я остался. А Уппендра с большим мастерством взял ситуацию под контроль. Он принес новые одеяния и очень-очень быстро одел Прабхупаду. Я помню, что он взял ткань и обернул ею голову Прабхупады, чтобы рот Прабхупада оставался закрытым. И они перенесли Прабхупаду на паланкин. Затем мы ждали, когда приедут преданные из Гаудия Матха и дадут нам дальнейшие инструкции. Они приехали и предложили Прабхупаде гирлянду. Тамал Кришна Махараш и Бхавананда Махараш посоветовались с преданными из Гаудия Матха, и затем было решено устроить Прабхупаде последний даршан божеств и провести парикраму вокруг храма и усадить Прабхупаду на вьясасану для Гурупуджи. Я помню, когда Прабхупаду внесли в алтарную, один из наших духовных братьев по имени Пуридас, который был Пуджаригарни Тай. Не помню, произошло ли это в начале или в конце Арати, но это было последнее Арати, Шайна Арати, и Пури был на алтаре с раковиной в руке. Я помню, как Пури повернулся и увидел Прабхупаду на Паланкине, и тут же упал в обморок прямо перед Гуорни Тай. Преданные поставили Паланкин прямо на вьясасану Прабхупады, и тот идеально там поместился. Бхавананда, который заботился о Прабхупаде в его завершающих лилах, и был с ним, и у него всегда было мужественное лицо и отважный вид. Я помню, когда преданные поставили Прабхупаду на вьясасану, а Бхавананда зашел за вьясасану и просто упал там на пол и заплакал, как ребенок. А преданные Гаудья Матха вели киртан, и когда они запели Джайанила Прямадхана, я помню, что я сам пал духом. Преданные практически не могли петь, потому что все просто рыдали. Бхаджаны сменялись киртанами, и каждый подносил гирлянды и лепестки цветов в Прабхупаде. Помню людей из города, которые приехали в храм, и тоже предлагали цветы и подношения. И затем в течение всей ночи продолжались киртаны. Так как я знал, что следующим днем мне придется много готовить, я вышел где-то в полночи, прилег на пару часов. Мне сказали, что в полночь преданные не знали, кого попросить везти Бхаджан. И преданные увидели низкорослого щуплого человека, который находился там все время. Большинство преданных не знали о том, кто это был, а это был Шила Акинчана Кришна Дас Бхабаджи Махараши. Преданные попросили его, не мог бы он спеть, и тот взял Мридангу и начал петь. И поскольку его пение было настолько чисто и исполнено любви к его другу Прабхупаде, Ирадхе и Кришне, все тут же опять потеряли контроль над своими эмоциями. Затем мы пошли на Мангаларати, и Мангаларати в Кришна Баларам Мандире в то утро вел Анант Прабхупаду, духовный брат Прабхупады. Затем после Мангаларати преданные понесли Прабхупаду на его последнюю пари Краму. Прабхупада! Прабхупада!